Железная кровать, стеллаж с книгами, стол, две фотографии в рамках и чернильница. Аскетичная, даже бедная обстановка. Шагнув в этот полуреальный мир, можно представить, вообразить, как жил в Самаре Алексей Пешков, известный как Максим Горький, в полуподвальном помещении на улице Степана Разина. В литературном музее попытались рассказать необычную историю о великом писателе. Это жизнь, мир, который он себе придумал. И что удивительно, ему удалось во многом его сделать реальностью. Ну, вы знаете эту историю, что он был из очень простой семьи, что очень трудное детство. И вот этот человек стал всемирно известным писателем буквально за несколько лет. Вот, собственно, в Самаре он приехал на какие-то копеечные оклады. В Самару Максим Горький приехал из Нижнего Новгорода и пробыл здесь около года. Писал очерки и хроники для самарской газеты. Хотя отзывы о городе были не самые лесные, сам Горький говорил, что как писатель он родился именно в Самаре. А исследователи литературы уверяют, в тот период обо всей России он писал с горечью. Тем не менее, в Самаре Пешков встретил свою единственную любовь и будущую супругу. На выставке в литературном музее собрали и предметы, которыми мог пользоваться, или в реальности пользовался писатель. Но главное в этой экспозиции – тексты, среди которых подлинники писем Пешкова своему другу. Письма, которые он написал – это реальный его почерк, реальные эмоции, которые в кляксах, в каких-то закорющих письма. Он здесь пишет о том, что в Самаре только два умных человека, один из них – это я, и только две симпатичные женщины. Но одну из них я не знаю. В духе времени и прошлого, и нынешнего гостям предлагают совершить путешествие по текстам писателя. Открыть что-то близкое каждому в классических произведениях. Здесь и школьники смогут по-новому взглянуть на историю программных произведений. Сейчас дети уже новое поколение, они не любят ходить по музею, как раньше было. Дети в основном едут в музей на интерактив. То есть именно в игре, в интерактивной, они познают историю Самары и какие-то музейные экспонаты. Самарский литературный музей имени Горького теперь соответствует названию. Выставка станет постоянной частью экспозиции. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.